Это «Медуза». Это «Медуза» поменялось в Курской области за эту неделю, как идет наступление, которое начала Российская Федерация, что происходит с наступлением продолжающимся ВСУ там. Второй вопрос, вторая тема «Донбасс» и есть ли угроза окружения сил ВСУ на этом участке, в этой зоне этой войны, в частности в районе Александрополя, недалеко от Покровска. Затем про указ Путина, об увеличении численности армии надо поговорить. И про оценку Wall Street Journal, совокупных потерь в один миллион человек за все время конфликта с обеих сторон. Ты критично, как я понимаю, настроен к этой оценке. Сперва Курская область. Где атакует российская армия? Первый и самый, наверное, логичный вопрос. Чем она занималась эту неделю? Ну вот мы неделю назад оставили участников к западу от Суджи, где происходят взаимные активные боевые действия, мобильные. Вот примерно там же они всю эту неделю находились. Российские войска продвинулись еще на несколько километров в направлении Суджи со стороны Коренева и села Снагость, которое им удалось занять неделю назад. Подошли к следующему селу Любимовка. Это уже довольно угрожающее продвижение для ВСУ и для западного фланга плацдарма ВСУ в Курской области. В случае, если российским войскам удастся занять село Любимовка, уже встанет вопрос о том, чтобы эвакуировать все силы ВСУ в районе Коренева и окрестностях. И фактически под контролем ВСУ в этом случае останется только Суджа и дорога, которая связывает Суджу с городом Сумы. Очевидно, наступление на эту дорогу является конечной целью всего российского контрнаступления, но пока еще до этого далеко. Вот так я подробно описал продвижение на пару километров за эту неделю. Судя по всему, российское наступление замедлилось из-за украинского удара через границу западнее этого самого российского прорыва. ВСУ наносят удар в общем направлении на райцентры Глушкова. Нельзя сказать, что удалось добиться какого-то глубокого вклинения в российскую территорию. Уж точно это никак не похоже на то, что мы видели во время первого украинского наступления в Курской области в августе. Собственно, весь этот контрудар уперся в село Веселое, за которое всю эту неделю продолжались бои. В этом наступлении участвуют те же самые силы, которые мы видели во время прорыва на территорию Курской области в августе. Но при этом очевидно, что в Глушковском районе российская армия обладает крупными силами, которые готовились для этого контрнаступления. И часть этих сил, вероятно, пришлось использовать для отражения украинского контрудара. И это само по себе замедлило российское наступление, но к кризису, или как писали российские военкоры, панически к окружению российских сил это, естественно, не привело. И надо отметить попытки российских атак к востоку от Суджи. То есть, вероятно, общий план этого контрнаступления предполагает не один удар, а, возможно, удары по сходящимся направлениям. С целью, чтобы создать угрозу окружения самой Суджи и вынудить ВСУ покинуть территорию Курской области. Но пока, опять же, в связи с много раз нами обсуждавшимся тактическими проблемами, ни та, ни другая страна не в состоянии наносить удары на большую глубину. Наверное, существует даже некий теоретический предел для таких ударов. По крайней мере, начиная с начала 2023 года, больше, чем на 15 километров, ни одна из сторон прорыв совершить не смогла. Надо отметить, что вот как раз расстояние от Краснооктябрьского на реке Сейм, откуда начиналось российское контрнаступление, до Любимовки как раз примерно 15 километров. Видимо, дальнейшее продвижение потребует какой-то оперативной паузы, подтягивания артиллерии и так далее. — Можно объяснить каким-то образом, что все наступают на всех? Потому что вот этот странный маневр, который ты уже описал, переход через границу вооруженных сил Украины в районе Веселого, Глушковского района, ну, это какую-то странную для обывателя рисует картину маневренных боев и выходов друг к другу в тыл. Странный по меркам этой войны, я имею в виду. Какой-то ты за этим просматриваешь общий замысел, если говорить о командовании украинском? — Да нет, ничего странного, по-моему, в этом нет. Довольно стандартная, уже столетиями применяющаяся оперативный прием. В случае, если противник прорывается вперед, нужно нанести ему удар во фланг. Это один из наиболее действенных способов такие атаки остановить. В этом смысле ничего удивительного нет. Также нет ничего удивительного, что наступление ведется через границу. По-прежнему остается сотни километров линии соприкосновения, которая в то же самое время является линией государственной границы. Естественно, и та, и другая сторона не может при наличном количестве войск обеспечить надежную оборону на всем протяжении этой линии соприкосновения. И, в общем, надо зафиксировать. Наверное, мы когда-то подведем итоги всей Курской операции БСУ. Но можно сейчас уже зафиксировать, что один из важных итогов заключается в том, что российскому командованию придется считаться с тем, что нужно оборонять всю государственную границу, всю эту линию соприкосновения, держать, по крайней мере, в ближайшем тылу крупные силы на всех этих направлениях, вдоль всех сотен километров этой границы. И это, конечно, ослабит российскую группировку, которая действует в Украине. Могу я объяснить, почему мне все это показалось странным? Потому что, когда читаешь публикации, на этой неделе они такие были, о операции в Курской области, дескать, еще в начале года. Зеленский сказал «давайте», Сырский сказал «может не надо». В итоге сделали. Или когда на той неделе мы с тобой начали обсуждать контрнаступление, казалось, что вроде бы логично украинским войскам или закопаться, или отступить, а они продолжают в условиях пребывающих российских сил действовать в наступлении. Есть еще потенциал? И зарываться невыгодно? Пока есть возможность маневрировать, будут маневрировать? Ну, это тоже надо зафиксировать с политической точки зрения. Выход из Курской области, очевидно, для ВСУ и для властей в Киеве является крайне негативным сценарием. Это наступление не достигло каких-то стратегических целей, по крайней мере, краткосрочных и среднесрочных. Не смогло остановить наступление России на Донбасс. В связи с этим, конечно, в случае, если ВСУ покинут территорию Курской области в ближайшее время, возникнут вопросы, что они вообще там делали, и зачем эта вся операция была нужна. С военной точки зрения, этот участок фронта и этот плацдарм, по крайней мере, в нынешнем его виде, сковывают значительные силы ВСУ, ну, так же, как и значительные силы российской армии. Очевидно, что российская армия это не мешает наступать на Донбасс. Там другие оценки какие-то можно сделать только в сослагательном наклонении. Да, мы знаем, что первыми в Курской области с российской стороны были переброшены силы морской пехоты, 810-й бригады севастопольской морской пехоты, которая куда-то направлялась. Возможно, она должна была принять участие в наступлении на одном из направлений на том же Донбассе. В результате оказалось в Курской области. Возможно, из-за этого российские войска упустили какую-то возможность нанести более сильный удар. Ну, понятно, что теперь мы этого точно не узнаем. По крайней мере, пока не будут обнародованы какие-то документы российского планирования. То есть, видимо, очень нескоро это произойдет. То же самое можно сказать про другие силы, которые участвуют в нынешнем контрнаступлении. Это 106-я дивизия ВДВ, которая до этого воевала к северу от Бахмута, к северу от Солидара, пыталась наступать в направлении города Северск, такой важный пункт в северной части Донбасса. Опять же, возможно, российская армия что-то упустила в результате того, что эту дивизию пришлось перебросить в Курскую область. Или, по крайней мере, какие-то части этой дивизии, мы не знаем, в полном комплекте она туда прибыла или нет. Поэтому все странности, которые ты видишь, они связаны с самим планированием украинского наступления в Курской области. Мы уже все плюсы и минусы с тобой неоднократно обсуждали. Да, из плюсов то, что это было наступление на неподготовленную оборону и на слабые силы прикрытия границы, что привело к первоначальному глубокому вклинению до 30 километров. В первые две недели все минусы тоже очевидны. По-моему, с первого дня мы с тобой говорили, что вряд ли российское командование остановит наступление на Донбассе из-за этого, что есть силы на других направлениях, которые направления не являются приоритетными в данный момент для российского командования. И что российское командование имеет возможность собрать крупную группировку в Курской области и перейти в неизбежное наступление. Ну, пока можно только зафиксировать, что у российских войск есть первоначальные успехи, но понятно, что сама битва в Курском приграничье еще далека от завершения. И если ВСУ по политическим причинам, прежде всего, хотят сохранить присутствие в Курской области, то за счет, возможно, сокращения протяженности этого самого плацдарма можно попытаться создать, по крайней мере, устойчивую оборону, сохранить на долгое время свое присутствие в Судже и ближайших окрестностях. Но, конечно, о дальнейшем продвижении украинских войск, в принципе, уже несколько недель речи не идет. Исходя из военной логики, когда это может начаться? Потому что в политической логике, опять же, понятно, что я тут в роли кухонного, такого обывательского рассуждающего, все выгоды извлечены. Боевой дух украинской армии поднят, об этом много писали, и мы можем наступать не только вот эта вот обрыдлая война на истощение в окопах, мы можем наносить неожиданные удары, мы можем показывать своим международным партнерам, что в Суде способна и способна к неожиданностям, мы можем пользоваться нерасторопностью российской системы, в том числе военной, вот этой машины, в ее медленном реагировании, наносить удары и отходить. Все уже достигнуто. Можно или закрепляться, или как-то выбираться из этой истории, но этого пока не происходит. Вот почему? Потому что еще есть чего добиться, в смысле каких-то выгодных позиций, на которых можно оставаться. Ну, с военной точки зрения, вся операция была сомнительной. Вот по описанию дискуссии, которая была в украинском командовании между Владимиром Зеленским и тогда главнокомандующим Валерием Залужным, описание такое, что Залужный был против этой операции, поскольку в ней нет очевидного второго шага после прорыва линии фронта на госгранице. Лучше не скажешь. Второй шаг сделать не удалось, поскольку не очень понятно, куда его там можно было сделать. При этом ВСУ и власть в Киеве дали понять, что это не набеговая операция, и ее целью не является войти и выйти. И сейчас уход, тем более под нажимом российских войск, был бы с политической точки зрения, скажем так, не самым удачным исходом всего того, что происходило в Курской области и не только в ней за последние два месяца. Еще надо понимать, что выйти даже в нынешних условиях, сохранив полную боеспособность соединений, которые участвуют в этой операции, будет уже не очень просто. Это не самая простая задача. Да, стороны решали подобные задачи в течение всей войны, то есть какое-то отступление более-менее организованное, очевидно, возможно. Но, опять же, мы знаем, что не всегда такие отступления заканчивались полным успехом. Допустим, если российская армия из Херсонской области ушла в полном порядке, ну, практически, забрав почти всю технику, которая там была, в Харьковской области это у нее не получилось в то же самое примерно время. Отступление ВСУ из Авдеевки тоже нельзя назвать полностью организованным. Собственно, кризис, который из-за этого случился, до сих пор и продолжается на большой территории между Авдеевкой и Покровском. Так что и с политической, и в меньшей степени с военной точки зрения отступление сейчас было бы не самым удачным решением, как я уже сказал, возможности для того, чтобы попробовать создать линию обороны и в Курской области, и в соседних районах Сумской области, поскольку есть вариант, что российская армия не остановится и, мало того, нанесет следующий основной удар не в Курской области, а перейдет границу и попробует прорваться в тыл всей украинской группировки, которая находится в районе Суджи. В общем, ситуация для ВСУ сложная, связано это в том числе с изначальным планированием и с тем, что был создан большой плацдарм, который требует даже для обороны значительного количества войск, но, в принципе, есть приемлемые политические и военные решения для того, чтобы этот плацдарм сохранить, в том числе в политических целях. Как я уже много раз говорил, я не верю в какие-то переговоры об обмене территориями, просто потому что это так не работает. Но, очевидно, в данный момент рано говорить о том, что отступление из Курской области необходимо. У меня есть в завершении этого разговора про Курскую область вопрос от слушателя. Он без подписи. Не так давно было заявление бывших вагнеровцев, по крайней мере, части из них, о перебазировании в Российскую Федерацию и за рубежа для участия в освобождении Курской области. Слышно ли про них что-нибудь? Если да, то какой вклад вносят эти силы? Дорогой Митя, видишь ли ты на поле боя в Курской области людей с загаром далекого Мали? Не знаю, как давно эти люди были в Мали, но в боях в Курской области они участвуют чуть ли не с первых дней. В частности, в составе спецназа «Ахмат» небезызвестного, одного из подразделений, которое находится под этим зонтичным брендом «Ахмат». При этом та часть «Вагнера», которая находится в Белоруссии, опровергала то, что эти силы перебрасываются из Белоруссии в Курскую область. То есть надо понимать, что если «Ахмат» — это зонтичный бренд, то «Вагнер» — это распавшаяся структура, и все они называются «бывшие вагнеровцы». Некоторые претендуют на то, чтобы называться настоящими вагнеровцами, но это не одно и то же. Люди распределились по разным боевым структурам. Часть из них находится в Африке, часть — Белоруссии, вот часть участвует в боях в различных подразделениях Российской армии, Нацгвардии и так далее. Особенно заметно было в первые две недели боев, когда у Российской армии было мало регулярных соединений в Курской области. Мы можем сказать, что подразделения, составленные из бывших наемников ЧВК «Вагнера», внесли значительный вклад в становление российской обороны в Курской области. Самое время напомнить, что вопросы мы собираем в ветке под специально закрепленным комментарием в Ютьюбе. Канал «Подкаста Медуза» называется. Вопросы для следующего выпуска принимаются уже под этим. Вопросы от спонсоров на Ютьюбе имеют абсолютный приоритет. Кстати, лайки, подписка, комментарии — тоже полезная вещь. И на Ютьюбе, и на других платформах не брезгуйте, пожалуйста, этим, не пренебрегайте. Мы переходим к другой части этой войны, к другой зоне, более важной для этого конфликта, рискну сказать. Про Донбасс, конечно, я говорю. Что ты там считаешь важным? И в частности, что про окружение, их попытку. Иногда можно встретить такие термины и окружение, и карман, и даже котел, когда речь идет про действия в районе Угольдара, но особенно про действия в районе Покровска, южнее Покровска, там, где Александрополь. Можно сказать, что ситуация тоже принципиально не изменилась по сравнению с прошлой неделей. Но вот ту точку, которую ты называешь окружением под Александрополем, там есть значительное продвижение российских войск, которые смогли захватить город Украинск, который находится как раз в горловине этого самого окружения, которого не будет. Ну, не будет его, потому что темпы российского наступления таковы. Ну, в принципе, можно это сказать про любые наступления последних месяцев и даже уже лет. Любой из сторон темпы наступления таковы, что с ними невозможно неожиданно прорваться в тыл противника, перерезать его коммуникации и создать внутренний и внешний фронт окружения. И вот это вот все, все, что для окружения необходимо. Но при этом абсолютно очевидно, что это российское продвижение, которое продолжается, заставит командование ВСУ эвакуировать выступ, который был у украинской армии в направлении Донецка. Это, собственно, последнее место, где украинские войска были близки городу Донецк. Этот выступ будет эвакуирован. Выступ между, условно говоря, Курахово и Покровском. Но ВСУ по своему обыкновению не производит такую эвакуацию сразу, ведут рейергардные бои. Видимо, часть сил не таких уж и больших, то есть речь идет о элементах одной или двух бригад, которые занимали этот выступ. Часть этих сил уже была отведена, как сообщают украинские источники. Подтвердить довольно сложно. Ну, в общем, на этом участке фронта следует ожидать, что выступ будет ликвидирован, ВСУ попробуют создать новую линию обороны и, возможно, при этом потеряют поселок Горняк соседний. Бои, за которые, видимо, уже начались, по крайней мере, идут на окраинах этого поселка. И потом мы все будем напряженно ожидать, где российская армия нанесет следующий удар, то есть на север в направлении Покровска или в сторону Курахова, то есть на юг. Выбор, видимо, зависит в том числе от того, смогут ли российские войска, не захватив Курахова, наконец-то, для них наконец-то ликвидировать укрепрайон ВСУ в районе города Углидар, с марта 2022 года. И очевидно, что ликвидация этого укрепрайона занимает значительную часть плана российского наступления. Вот сейчас российским войскам удалось охватить Углидар уже с трех сторон, из запада, подойти к нему с востока и с северо-востока, ну и с юга, там линия фронта, по крайней мере, с зимы 2023 года не меняется. Там есть крупное село Павловка, которое захвачено российскими войсками уже давно, но до Углидара российским войскам дойти не удалось до сих пор. Думаю, что в связи с тем, что украинское командование перебросило часть сил весьма боеспособных, по крайней мере, применительно к обороне самого Углидара. Часть этих сил была переброшена на Покровское направление, вероятно, Вселидово. Думаю, что в связи с этим в ближайшие недели оборона Углидара может быть сломлена. Вот такой вот прогноз, но, естественно, мы все знаем, что, мягко говоря, не все прогнозы на этой войне сбывались. Но сейчас не видно сил, с помощью которых командование ВСУ могло бы остановить российское наступление с нескольких сторон на Углидар. То же самое, что касается прогноза, можно сказать про противоположный фланг этого большого наступления, условно назовем его, Покровской операции российской армии. На противоположном фланге северо-восточном находится город Торецк и соседние рабочие поселки. Рабочие поселки, как мы знаем, полностью или почти полностью захвачены российскими войсками. Бои приближаются к центру Торецка, фактически уже ведутся в центре этого города. При этом активизировался соседний фронт со стороны села Клещеевка многострадального, который много раз переходил из рук руки в течение войны. Вот сейчас российские войска, захватившие груду кирпичей, которая осталась от Клещеевки, смогли подойти со стороны этого села к каналу Северский Донецк-Донбасс, форсировать его, и теперь приближаются к Торецку с восточной стороны. И если не рассматривать этот участок фронта изолированно, а посмотреть в комплексе, захват Торецка и наступление через канал Северский Донецк-Донбасс может привести к тому, что российские войска уже довольно скоро окажутся на южных окраинах города Часов-Яр, при том, что за восточные окраины они уже много месяцев ведут бои. Скажем так, не факт, что они стоят тех усилий, которые российское командование в это дело инвестировало. Наступление с восточной стороны с самого начала идет крайне низкими темпами, в основном из-за географии этого места. Город Часов-Яр, вот он мало того, что находится за каналом, который не всегда просто пересечь, он находится еще на возвышенности. И, в общем, как многие эксперты советовали ВСУ еще в 2023 году оставить Бахмут и создать крепкую оборону в городе Часов-Яр, вот, собственно, так мы и видим, что это была довольно здравая идея. Российская армия, мягко говоря, не просто атаковать эту позицию, но в случае, если российским войскам удастся выйти к Часову-Яру еще и с юга, это может сильно изменить ситуацию. Да, ну и, кроме того, российские войска в последние недели форсировали тот же самый канал еще и с севера от Часову-Яра. То есть, это является, скажем так, и следующей большой битвы, которую может начать российское командование. Ну и в довершении про очень отдаленное будущее в случае успеха под Часовым-Яром это создаст условия для наступления на агломерацию Славянска и Краматорска. Они важны тем, что это, по большому счету, самая крупная, самая важная часть в риторике российских властей неосвобожденного Донбасса, да? Ну, то есть, Донецкая область еще не подконтрольная Российской Федерацией, и это политическая цель, обозначенная Владимиром Путиным. Да, и надо вспомнить, что российская операция на Донбассе в 2022 году после эвакуации российских войск с севера Украины началась попытка атаки как раз на Славянск и Краматорск. Там основная часть этих усилий была на северном участке фронта в Харьковской области, в районе города Изюм. Оттуда российские войска пытались пробиться к Славянску. Но сейчас-то все неактуально, поскольку все эти позиции были российской армией потеряны осенью 2022 года, во время украинского контрнаступления. Но, естественно, если говорить про, скажем так, минимальные политические цели войны, которые сейчас провозглашает Кремль, ему придется организовать еще одну большую операцию, даже в случае, если ВСУ потеряют южную и центральную часть Донбасса. На этом политические цели, которые объявил Кремль, достигнуты полностью не будут. Хорошо. Боюсь, придется еще обсуждать и Донбасс, и Курскую область, и Часов Яр, будем вспоминать, который с Бахмута, да, все затвердили еще себе это название. Переходим к другой теме. 16 сентября этого года, 2024, был опубликован у Каз Путина об увеличении численности армии, в частности, военнослужащих по штату будет на 180 тысяч больше, полтора миллиона человек всего. На «Медузе» есть разбор со словами типа «Спойлер! Нет, это не предвестие мобилизации». Такой комментарий там написан, потому что, судя по запросам в поисковиках, россияне часто спрашивают именно в таком духе, не является ли это предвестием мобилизации. А что это, по-твоему, дорогой Митя? Ну, это больше бухгалтерская вещь, связанная с тем, что в бюджете нужно записать обязательства по созданию этих штатных мест в структуре российской армии. Скорее, это отголосок уже принятых решений о создании новых соединений в составе российской армии. Часть их соединений создана, часть статус неопределенный у них, часть, вероятно, еще не начинала создаваться, но таков план. Он озвучивался еще Шойгу, когда тот был министром обороны. Мы не знаем, на самом деле, какова численность российской армии сейчас и какова в ней численность военнослужащих. Понятно, что во время войны нельзя верить никаким сообщениям властей. Часть из этих сообщений прошлогодних и сообщений этого года о численности контрактников, которые российской армии вновь удалось привлечь, очевидно, для увеличения группировки воюющего в Украине. Часть из этих утверждений удалось проверить с помощью не до конца засекреченных бюджетных данных. Вот, в частности, не были засекречены траты на статью, по которой проходят деньги на единовременные выплаты вновь заключившим контракт людям. То есть там есть федеральная часть, которая была с 1 июля увеличена более чем вдвое. Собственно, по бюджетным данным мы знаем, сколько реально было потрачено. Спасибо коллегам из важных историй, которые эти данные нашли в отчете об исполнении бюджета. Мы знаем, что реляции о привлечении новых контрактников завышены по сравнению с количеством реально заключивших контракт и получивших эту самую единовременную выплату завышены примерно в полтора раза. Это касается и прошлого года, и нынешнего года. Мы теперь знаем, что количество привлеченных на контракт в 2024 году снизилось по сравнению с ударным 2023, когда удалось вычерпать всех, кому нужны были срочные деньги на самые разные нужды. То есть, настолько были нужны, что люди готовы были рискнуть жизнью, отправиться на войну. Но при этом мы видим увеличение числа подписавших контракт во втором квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом, когда наблюдался, можно сказать, даже провал. И от динамики заключения новых контрактов и только на самом деле от нее зависит вероятность новой волны мобилизации. Если смотреть на известные нам данные о потерях российской армии и сравнивать с количеством вновь заключивших контракт, то видно, что и сейчас российская армия может перекрывать свои потери и останется еще некоторое количество на то самое увеличение численности армии, с помощью которого формируются новые соединения или повышается статус соединений. Не секрет, что часть дивизий, которая сейчас формируется, на основе бригад, которые уже задействованы на фронте. То есть, это касается увеличения численности этого соединения и увеличения пехотной составляющей, но также увеличения всяких средств усиления, артиллерии, ракетной составляющей, ПВО и так далее. То есть, в принципе, при нынешней динамике у российского командования с трудом набирается личный состав на все нужды и на восполнение потерь, и на формирование новых соединений, которые, очевидно, сдерживаются не столько дефицитом личного состава, сколько недостатком в производстве новой техники и модернизации той, которая черпается со старых советских складов. Точно так же мобилизация, которая могла бы серьезно увеличить численность российских войск, помимо этих самых контрактников, которые добровольно или полудобровольно эти контракты подписывают, она сдерживается дефицитом техники. То есть, понятно, что, наверное, политические предубеждения у Кремля против мобилизации не настолько сильны, чтобы он не мог рискнуть резко изменить ход войны в свою пользу, сколько подсчеты, которые делаются в Генштабе, говорят Кремлю о том, что этих мобилизованных нечем будет вооружить, не хватит опытного официального. Мобилизовского состава с опытом войны, чтобы их обучить, ну и так далее. То есть, сама мобилизация для цели ускорения российского наступления вряд ли будет эффективна, по крайней мере, на краткосрочном и среднесрочном горизонте. То есть, в принципе, в ближайшие месяцы мобилизация возможна только если иссякнет поток этих самых новых контрактников. Все сложности с привлечением новых добровольцев, желающих поехать на войну, они очевидны, но при этом мы видим и противодействие этим сложностям со стороны российских властей. Вот та же федеральная выплата увеличена более чем вдвое, увеличиваются региональные выплаты, губернаторы регионов несут личную ответственность за выполнение плана по привлечению на контракт. В общем, пока не видно, чтобы этот поток новых контрактников резко иссяк. Когда мы начали обсуждать этот указ, я тебя спросил, если это не признак мобилизации, можно ли в такой логике назвать это хоть признаком чего-то? Это как-то выразился бухгалтерское действие. Например, это признак долгой войны? Все-таки, когда у тебя на горизонте переговоры, ты, наверное, таких указов не выпускаешь? Все-таки это плановая вещь, которая предопределена предыдущими решениями российских властей. Думаю, что стоит говорить о том, что есть долгосрочный план, он рассчитан на длительную войну. Есть всякие узкие горлышки, которые российский генштаб и российские власти пытаются пройти. Часть из них связана с дефицитом личного состава и с тем, что все меньше остается людей, которые ведутся на эти большие по российским меркам выплаты за участие в войне. Другая связана с дефицитом техники, который, вероятно, будет нарастать, потому что по-прежнему большая часть техники, которая поставляется в войска, это старая советская техника, которая проходит некоторую модернизацию, после чего отправляется на фронт. И запасы эти советские не бесконечны. И при той интенсивности войны, которая ведется, особенно когда российская армия находится в наступлении, мы видим, как эти запасы постепенно исчерпываются. Втягивая тебя в жанр медиакритики, Wall Street Journal опубликовал текст о том, что число убитых и раненых в ходе российско-украинской войны достигло миллиона человек. Хочется с тобой это обсудить. Ссылается издание на украинские источники, и можно прочитать пересказ на «Медузе». По украинским оценкам, на которые опирается издание, в ВСУ число погибших составило 80 тысяч военнослужащих, а раненых — 400 тысяч. Данные о потерях российской армии различаются. По некоторым оценкам, число погибших военных достигает 200 тысяч человек, раненых также около 400. Издание отдельно отмечает, что оценить потери сложно. Ни та, ни другая страна не публикует официальных данных. Дальше тут про то, что для России это проблема, но еще больше и для Украины, и что большие потери будут иметь долгосрочные последствия, потому что в обеих странах и так с демографией было не очень хорошо. Если вы, дорогие слушатели, решите найти этот пересказ на «Медузе», то там будет еще комментарий от дела «Разбор», критически оценивающего эту методику подсчета. Не мог бы ты, дорогой Митя, изложить эту позицию, позицию своего отдела? Ну, начнем с того, что методика подсчета людей, которых цитирует Wall Street Journal, нам неизвестна. Если речь идет про украинские данные, можно предположить, что есть данные разведки. Не факт, что разведка называет именно те цифры, которыми она обладает. Очевидно, что идет информационная война. Очевидно, что есть какие-то данные, составленные по донесениям подразделений, которые воюют. Но обычно это выглядит, там, ежедневное донесение уничтожено до 100 военнослужащих противника. Вот такого плана. Такие донесения составляют и российские подразделения, и украинские. Понятно, что верить им нельзя. Ясно, что, опять же, по донесениям с мест и по последующим расследованиям, генштабы из той и другой страны обладают всей полнотой информации про собственные потери. Но нам они их не называют. Или называют цифры, которым верить сложно, скажем так. Давай сначала про украинские потери, чтобы потом подробнее поговорить про российские, про которые нам известно намного больше. Да, есть всякие методологические сложности с украинскими потерями. Есть поименные списки погибших. В этих списках содержится на 12% меньше имен, чем в аналогичных списках, которые составляют самые разные люди про российские потери. Ясно, что напрямую сравнивать эти списки нельзя. Можно себе представить любые искажения, которые сделают такое сравнение невозможным. Мы не знаем соотношение опубликованных некрологов к истинному числу погибших военнослужащих. С той и с другой стороны, не факт, что это соотношение одинаковое и в России, и в Украине. Могут быть самые разные ограничения при таких публикациях, самые разные соображения у тех, кто это публикует, в соцсетях, в каких-то региональных медиа и так далее. При этом мы достаточно хорошо осуществлены о российских потерях, по крайней мере, что касается убитых. Несколькими способами мы имеем доступ к самому главному источнику информации. Это свидетельства о смерти, которые выдаются родственникам всех умерших людей в России. Мало того, известно, что без этого свидетельства о смерти почти во всех регионах человека невозможно похоронить. Учет выданных свидетельств о смерти ведут ЗАГСы, которые снабжают агрегированной информацией Росстат. Раньше он регулярно публиковал информацию об умерших, теперь делает этот развод. Понятно, что нас интересует информация не просто о количестве умерших, а о полувозрастной структуре. Потому что вычленить интересующие нас когорты людей можно только зная их полу и возраст. Понятно, что нас интересуют смерти мужчин младше 50 лет. Можем их сравнить с динамикой смертей женщин в тех же возрастных категориях и так далее. Таким образом, достаточно точно вычислить количество погибших на войне. Мы это неоднократно делали, публиковали статьи вместе с коллегами из медиазоны. Важно, что мы имеем не только доступ к данным Росстата. Естественно, мы можем подозревать Росстат как государственный орган в подлоге информации. Хотя известно, что раньше, по крайней мере, что касается количества умерших, таких подлогов не было. Но, естественно, никогда не поздно начать, поэтому доверять этой информации полностью нельзя. У нас есть способ перепроверки, который тоже имеет своим источником те самые свидетельства о смерти. Это база реестра наследственных дел, про которую мы тоже неоднократно уже рассказывали, в том числе и в наших с тобой разговорах. То есть, у нас есть доступ к одному самому главному массиву информации об умерших, об их поле, возрасте, к всему, что позволяет вычленить именно тех людей, которые погибли на войне. С двух сторон. Это достаточно надежные данные. Естественно, они имеют погрешность, потому что мы не можем пересчитать эти самые свидетельства о смерти руками. Мы можем только полагаться на несколько моделей, с помощью которых мы оцениваем эти данные. Вот после такого долгого предисловия хочется сказать, что на 1 июля 2024 года в российской армии было примерно 120 тысяч погибших. При этом в поименных списках, которые собирают российские независимые организации и медиа, та же медиазона вместе с BBC, а также в украинских списках, то есть в списках российских погибших, которые собирают украинские, скажем так, организации, есть около 70 тысяч имен. Соответственно, чуть больше, чем каждый второй погибший так или иначе появляется в медиа. Мы знаем, что, судя по данным, которые таким образом получаем, темпы потерь в 2024 году, на самом деле, начиная примерно с октября 2023, когда началось российское наступление под Авдеевкой и в других местах, темпы потерь увеличились. Сейчас, по крайней мере, по данным на июль, российская армия теряла убитыми 200-250 человек каждый день. Соответственно, если такая динамика сохранилась, а не очень понятно, почему она должна была измениться, это наступление продолжается, и не то, чтобы оно сильно ускорилось за последнее время, в этом случае на сегодня можно говорить о 135 тысячах, 140 тысячах погибших в российской армии с самого начала вторжения. Понятно, что это не все безвозвратные потери, которые российская армия понесла, а в статье «Волст-Виджурнал» говорится об убитых и раненых. Не очень понятно, что имеется в виду подранеными, и бросается в глаза огромная разница между соотношением раненых и убитых у ВСУ и у российской армии. Хотя такой разницы быть не должно. Нет ни у одной из сторон какого-то огромного преимущества в организации медицинской помощи. Картинку, которую мы видим, все устроено примерно одинаково, особенно если говорить о том, что происходит сейчас, не о начале войны, когда, может быть. У российской армии были проблемы с этой организацией. Поэтому непонятно, о каких раненых «Волст-Виджурнал» нам рассказывает. Для безвозвратных потерь, естественно, нам интересны только те, кто получил тяжелые ранения, и был списан из состава армии, и больше не может принять участие в боевых действиях. Все остальные, в большинстве своем, получившие легкие ранения, после излечения возвращаются в строй. Насколько можно судить, в российской армии все это устроено довольно жестко. Возвращаются в строй, в том числе люди, которые получили достаточно тяжелые ранения, чтобы их могли бы списать. Но военно-врачебные комиссии сплошь и рядом не позволяют им этого сделать. В общем, есть такая, скажем так, скрытая дискуссия с этим связанная. Довольно тяжело оценить соотношение убитых и вот этих самых тяжелых раненых, которые можно отнести к безвозвратным потерям. В 2022 году некоторое время публиковались данные о выплатах этим самым тяжелых раненым по отдельной бюджетной статье. К сожалению, эти данные были довольно быстро засекречены, поэтому мы не можем по ним составить точное представление о соотношении убитых и погибших. Но предполагаем, что оно находится где-то между 1 к 1 и 1 к 2 в пользу тяжелых раненых. Примерно такое же соотношение было у американской и у британской армии во время войны в Ираке. Понятно, что конфликты совсем разные, и характер ранений тоже может быть разным, но, в общем, это неудивительное соотношение, по крайней мере. Но, честно, надо признаться, что мы знаем об этом довольно мало. Может быть, в скором времени узнаем больше, работаем над этим. Но если взять эту вилку, то есть надо будет умножить количество убитых на 2 или умножить на 3. Вот в этой вилке будет находиться реальная оценка безвозвратных потерь, которую понесла российская армия. То есть, может быть, речь идет о 300 тысячах или там 400 тысячах безвозвратных потерь, но никак не больше полмиллиона. Предвижу возражения по поводу пропавших без вести. Мы видим, что значительная часть пропавших без вести через какое-то время оказывается в списках погибших. Этому способствуют и российские законы, в том числе и законы про ускоренное признание пропавших без вести погибшим через суд. Понятно, что в таком ускоренном признании заинтересованы родственники, которые хотят получить выплаты за погибшего, вступить в права на следствие и так далее. То есть, возможно, в каждый конкретный момент есть некоторый недоучет, потому что остается этот хвост из людей, которые уже погибли, но пока числятся пропавшими без вести. Но через некоторое время они окажутся в общем списке погибших. И значительная их часть, по крайней мере. Вот все, что мы знаем про российские потери, как я уже сказал, про украинские мы знаем значительно меньше. Мне кажется, сомнительным соотношение 140 тысяч на 80, поскольку все поименные списки, которые мы знаем, там количество людей намного ближе, чем почти два раза. Как я уже сказал, в украинском списке фамилий несколько меньше, чем в российском, примерно на 12%. Вот все, что мы про это знаем, в любом случае потери огромные из той и другой стороны. Но для точности надо сказать, что оценка, которую сделал «Остриджурнал», цитируя свои источники, кажется завышенной. Когда они ссылаются на эти источники, как ты думаешь, не журналисты, а источники искренне заблуждаются? То есть в Украине такая оценка? И если да, то что это дает? Потому что, наверное, можно, особенно если ты хочешь для внешнего наблюдателя выглядеть более выгодно, как-то искажать статистику, но для себя самого ты же не будешь ее скрывать? Это само собой. Естественно, и та, и другая страна заинтересованы в том, чтобы представить себя в лучшем свете. Как я уже вначале сказал, наверняка можно найти и в России, и в Украине источники, которые точно знают о своих потерях, но вряд ли можно найти источники, которые точно знают о потерях противника. Ну, разве что по каким-то разведданным, которые получены из недр генштаба противника. Ну, про такие мы ничего не знаем. Возможно, они существуют. Но да, я думаю, что прежде всего надо говорить не о добровольном заблуждении, а об умышленном искажении информации в целях информационной войны. К вопросам слушателей, которые еще раз скажу, хотя сегодня уже говорил, можно оставлять на Ютьюбе под этим выпуском, для того, чтобы их можно было отобрать к следующему. Там есть специальный тред, специально закрепленный комментарий. Вопросы, повторюсь, отбираются, но все прочесть нет никакой возможности. Один вопрос, мы так договорились, в прошлый раз отбирает Дмитрий Кузнец. Второй я, спонсоры канала, проходит без кастинга. От спонсоров не было в этот раз ни одного вопроса. Твой вопрос, который ты отобрал до того, как мы начали записываться, его прислал Сергей. Очень приятно познакомиться, Сергей. Спасибо, что подписались. Вежливость — это здорово. Тезис. Вы часто употребляете более боеспособные подразделения, и даже элитные. В то же время говорите, что наиболее подготовленные — те, кто годами тренировались, были выведены из строя в первый год войны, а те, кто сейчас на фронте, преимущественно появились уже во время нее. Вопрос, за счет чего достигается большая боеспособность и элитность некоторых подразделений. Например, талантливый генерал создал сильную команду офицеров, лучших солдат специально отбирают со всего фронта. Эти подразделения почему-то имеют большее время и или более качественную подготовку, лучше укомплектованы и тому подобное. Про элитность. Как ты их разделяешь, и за счет чего формируются более успешные, более элитные соединения? На самом деле термин элитный мне не очень нравится. По-моему, я его не употреблял. Очевидно, что есть более боеспособные подразделения и соединения в составе одной армии и другой. Мало того, мы видим, как они кочуют по всей линии фронта. Часть из них является таким оперативным резервом на все случаи жизни и для российского командования, и для украинского. И встречаются друг с другом на новом направлении. Это совершенно обычная вещь. Мало того, в телеграм-каналах, которые близки к этим соединениям, можно почитать про то, что мы вас вот там, это слово, а теперь и здесь тоже. Нормальная история. В значительной степени эти соединения, которые принято считать наиболее боеспособными, они этот статус, по крайней мере, авансом получили еще до начала крупномасштабной войны. Но не только, скажем, со стороны ВСУ. Есть соединения, которые носят гордое звание наиболее боеспособных. Часть из них создана уже после начала войны. Очевидно, что эта самая элитность, про которую я не люблю ее так называть, она связана прежде всего с организацией. Понятно, что если личный состав, особенно в пехоте и в штурмовых подразделениях, действительно меняется, отчасти из-за потерь, отчасти из-за такого явления, как пятисотые, то есть покинувшие военную часть по закону или против этого закона, особенно распространенным это было явление в российской армии в первый год войны, до того, как расторжение контракта было запрещено. ВСУ, насколько мы знаем из разных сообщений западных, в том числе СМИ, такой процесс продолжается с разной интенсивностью. Понятно, что во время поражений процесс ускоряется, что мы и наблюдаем в последние месяцы в ВСУ. Но смена этого личного состава в основном касается как раз штурмовых подразделений. При этом организация в соединениях остается. Эта организация прилагается как непосредственно на фронт. То есть понятно, что о боеспособности тяжело говорить, если даже при хорошем качестве личного состава твой командир творит фигню, то, скорее всего, твое подразделение будет небоеспособным. Так, это организации, направленные вовне и направлены на привлечение дополнительных ресурсов, которые улучшают боеспособность. То есть речь идет как про взаимоотношения с волонтерами, которые много чего хорошего могут предоставить, так и с командованием. Ну вот, например, длительное время бражирующие боеприпасы «Ланцет» предоставлялись только силам спецназа российского и воздушно-десантным подразделениям. Сейчас, насколько можно судить, такое важное средство усиления получили многие подразделения на фронте, но примерно до середины 2023 года это был ресурс для элитных войск. Важность организации связана с тем, что воюют не отдельные люди, а воюют организации, воюют соединения. В этом смысле очень важно, конечно, как в каждом из этих соединений налажена работа различных средств усиления, начиная от ПВО, средств радиоэлектронной борьбы до всяких новомодных штук, типа подразделений операторов дронов, разведки, в том числе технической, то есть, опять же, связанной с дронами в том числе. И самое главное, как налажено взаимодействие между всеми этими разными подразделениями. Есть разные школы, которые проповедуют разные способы организации. Насколько можно судить, в последние месяцы все более популярной становятся школы микроменеджмента, когда командир какого-нибудь подразделения, допустим, батальона, управляет чуть ли не каждым штурмовиком, видит действие этого штурмовика с дрона, по рации сообщает старшему какой-нибудь штурмовой группы, которая может состоять там из четырех человек. Самая популярная, кстати, при российском наступлении на Покровско-Авдеевском направлении. Вот штурмовик фактически непосредственно в режиме реального времени управляется вышестоящим командиром. Я уверен, что это очень хорошая идея, как и любой микроменеджмент, но думаю, что в условиях, когда качество личного состава падает и качество подготовки этих самых штурмовиков оставляет желать лучшего, может быть, это хорошее палеотивное решение. Но при этом, да, редко случается, когда есть массовые потери и массовое расторжение контракта или там незаконный уход с фронта в подразделениях той самой поддержки. Основные потери несут те самые штурмовики. И да, там состав меняется, но организация при этом, как правило, остается, и такие соединения могут воспроизводить себя и оставаться боеспособными. При этом надо понимать, что в целом, в среднем, наверное, подготовка обеих армий постепенно снижается, при том, что люди получили опыт войны и, возможно, применяют этот опыт лучше, чем это сделали бы военнослужащие или офицеры образца 2022 года. Но при этом, в целом, фундаментальная подготовка, конечно, у ныне воюющих в среднем ниже, чем была у обеих армий в начале войны. И неблажная часть, я уже говорил про то, что эта элитность, она направлена не только непосредственно на фронт, но и вовне, и подразделения и соединения, которые считаются более боеспособными, получают больше ресурсов. В том числе это часто касается и количества личного состава, который этим подразделениям удается привлечь. Известные случаи успеха третьей штурмовой бригады АЗОВ в Украине, которая во время наступления успешного для нее южнее Бахмута развернула мощную рекламную кампанию по привлечению новых рекрутов непосредственно к себе. И в результате ее численный состав серьезно возрос, и, возможно, она в какой-то момент по количеству личного состава была сравнима с российской дивизией, оставаясь бригадой при этом, по всем остальным показателям. И в той другой армии есть там теоретические возможности для человека попасть в то подразделение, которое кажется ему наиболее подходящим. Есть и сложности с этим связанные, но теоретически такие возможности существуют. По крайней мере, мы знаем практические примеры. С российской стороны мы видим, что бригады морской пехоты Тихоокеанского флота получают значительно больше пополнения, чем многие другие подразделения Восточного военного округа. Мало того, командиры этих бригад сообщали лично Путину о том, что у них уже 9 батальонов вместо 3. И это является основанием для того, чтобы переформировать эти бригады в дивизии, которыми они и были в советские времена. Правда, процесс сейчас имеет статус неопределенный, потому что везде они по-прежнему называются бригадами. Получили ли они средства усиления и организацию, которая делает из них дивизии? Мы точно не знаем. Но, тем не менее, да, к более боеспособным тянутся люди. Это приводит к тому, что они становятся еще более боеспособными за счет увеличения численности, в том числе в пехотной составляющей. Дорогой Митий, я своим правом на вопрос уже раньше в разговоре воспользовался про вагнеровцев в Курской области, так что можем попрощаться. Обращаясь к слушателям, хочу попросить, не забывайте о лайках, подписке, комментариях, донатах через форму поддержки «Медузы» или через спонсорство на YouTube-канале. Это я про донаты, про деньги. Думаю, ты присоединишься к словам благодарности в адрес жертвователей. И давай прощаться. Да, всем спасибо за то, что слушаете. Пока. Это был военный эксперт «Медузы» и редактор отдела «Разбор» нашего издания Дмитрий Кузнец. Думаете, попрошу деньги? Нет, но попрошу о помощи на прощание. По ссылке в описании вы найдете текст, просьбу от наших медузовских разработчиков о том, как нашему изданию можно поспоспешествовать. Вот что они пишут о приложении «Медузы». Сейчас нам очень нужна ваша помощь, и это тот случай, когда вы можете помочь, не потратив ни копейки. Пожалуйста, поделитесь с нами своими впечатлениями о приложении «Медузы». Помогите нам определить его сильные и слабые стороны. Если вы живете в России и используете режим обхода блокировок, ваш опыт невероятно важен. Чем больше отзывов мы соберем, тем лучше «Медуза» будет работать внутри страны. Возможно, вы привыкли читать «Медузу» иначе, например, в браузере, или в Телеграме, или в Инстаграме. Это действительно удобно. Но мы просим вас установить приложение хотя бы на какое-то время. Если оно у вас уже есть, обновитесь до последней версии. 1.3.18 От себя добавлю, что это можно сделать просто в магазине приложения, не зайти нужно и нажать кнопочку «Обновить». Скачайте его и попробуйте им пользоваться хотя бы несколько дней, до 24 сентября. Может быть, вам понравится, но если что-то будет работать странно или неудобно, обязательно расскажите нам об этом. Чем больше функций вы попробуете перед тем, как оставить отзыв, тем лучше. Заранее спасибо всем, кто откликнется на эту просьбу разработчиков. Это был подкаст «Что случилось» о событиях войны. Такие обсуждения у нас проходят теперь регулярно. Каждый четверг Дмитрий Кузнец появляется здесь. Так что тем, кто приходит только послушать Кузнеца, ну что ж, ждем через неделю. Хотя я бы на вашем месте дал шанс этому подкасту и попробовал послушать и другие выпуски. В любом случае, всего доброго. Спасибо за внимание. До скорого.